Более ста казахстанцев, отличившихся смелостью и отвагой во время Великой Отечественной войны, не получили звания Героя Советского Союза. Девять из них отправились на фронт из Актюбинской области. Дело в том, что представления бойцов к высокой награде были, об этом свидетельствуют архивные документы. Почему же они остались без заслуженных званий, это выясняют местные ученые. Отец Бергали Утарбаева отправился на фронт 20-летним юношей. Воевал в составе 101-й стрелковой бригады. За проявленное мужество награжден орденами славы, красной звезды и красного знамени. Вернувшись на родину, помогал в восстановлении народного хозяйства. Работал на высоких должностях. Воспитал шестерых детей. Много рассказывал им про войну, но про подвиги ни слова. Когда в 1945 году началась операция под Берлином, он одним из первых пошел навстречу врагу. За этот и многие другие отважные поступки должен был получить звание героя. Но это по неизвестным причинам не случилось. О его подвигах мы узнали уже после смерти. Мать рассказала. Помимо Ниазбая Утарбаева, из Тимирского района Октюбинской области на фронт был призван Гелаш Гайнудинов. Он также документально представлен к званию героя Советского Союза, но на деле награду не получил, рассказывает учитель истории Жумазия Куанова. В последнем сражении под Белоруссию командир стрелкового полка уничтожил несколько вражеских машин. За героический поступок удостоился ордена Ленина. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1934 года говорится, что человек, получивший звание Героя Советского Союза, удостаивается ордена Ленина и медали Золотой Звезды. Последний у наших двоих земляков есть, а высокой награды нет. Мы должны говорить о забытых героях, больше интересоваться. По информации военнослужащих, после распада Советского Союза было рассекречено множество архивных документов. Стало известно о 133 казахстанцах, не получивших заслуженные награды, в том числе 9 уроженцах Актюбинской области. В настоящее время по инициативе Министерства обороны, при поддержке Акима области, документы были подготовлены на этих лиц и представлены для присвоения звания к алкохормонам. Над изучением материалов сегодня трудятся местные ученые. Архивные документы передаются в фонды музеев.